200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года всколыхнул новую волну исследовательского интереса. В печати появились ранее непубликуемые исторические работы, что в свою очередь дало стимул для продолжения исследования биографии Александра Ивановича Чернышева. На первое мероприятие, посвященное изучению переписки князя Латкаринский краеведческий музей, были приглашены ученики трех латкаринских школ, изучающих французский язык. И спустя полгода исследовательской работы школьники предоставили свои доклады. Наша группа работала над письмом-донесением князя Александра Ивановича Чернышева императору Александру I. Письмо датировано в конце декабря 1813 года. Фрагменты переписки были дополнены сведениями о внешнеполитических событиях в Европе во время войны шестой коалиции против наполеоновской Франции и ее союзников. В прозвучавших докладах также цитировалась переписка Чернышева с его супругой. По мнению исследователей, представленные материалы позволяют увидеть личность Александра Ивановича с разных сторон, как адъютанта, военного министра и семьянина. В ходе исследования ребята лично переводили источники с французского языка, образца 19 века. С того времени язык претерпел изменения, что безусловно усложняет работу даже дипломированному специалисту. Переводили письма с французского языка мы сами, а дальше их просто компоновали уже учителя. Одна из ключевых обобщающих тем сегодняшних чтений – проникновение исторического знания в массовое сознание. Транслируемая через массовую культуру историческая наука упрощается. Как правило, тиражируются выхваченные факты, при этом ключевые события отходят на второй план или остаются забыты. Например, мы знаем о князе Багратионе, который был очень горяч, очень смел, но он, к сожалению, был тяжело ранен в Бородинском сражении и, в принципе, отранскончался и не участвовал в дальнейшей войне. Но его мы знаем, а тех героев, которые прошли от начала войны до Парижа в 2015 году, многих мы даже не знаем фамилии и имен. Организаторы чтения указывают на существование глубокого водораздела между образованием и исторической наукой. Подводя итог, было отмечено, что юным исследователям удалось проникнуться интересом и взглянуть на историю с другой стороны. Григорий Козлов, Александр Тестов, Новости Латкарина.